Бердск украсят деревянными скульптурами. Для этого в канун Дня города там организовали конкурс. Участники, мастера местные и новосибирские. Завтра комиссия выберет победителей. Какие скульптуры творят и где их установят, расскажет Елена Мирошниченко. Три дня назад у каждого из них было бревно. Сегодня уже вырисовываются фигуры. Здесь орел, а тут мастер бензопилой создает лотос. Все в равных условиях. Организаторы предоставили материал и инструменты. От участников только фантазия и ловкие руки. Тема конкурса – семья, поэзия, природа. Каждый старается сделать не просто красивую скульптуру, но и со смыслом. Скульптура олицетворяет мужские и женские руки, которые держат ребенка. Мужская рука – это защита, опора, а женская рука – это забота, любовь. Ну а сама скульптура называется «Вселенная в наших руках». То есть каждый человек – это космос. Поэтому тем более ребенок. Работают участники с сосной. По словам Ильи Давыдова, не самый податливый материал. Но все справляются. И глядя на эту работу, сложно поверить, что автор – самоучка. Превращение бревна в скульптуру – процесс небыстрый. Сначала грубая обработка бензопилой. Мелкие детали прорисовывают карандашом. И только потом удаляют лишнее стамесками и резцами. Работают с раннего утра и пока не стемнеет. Времени все меньше. Но мастера шутят, как студенты перед экзаменом. Если понадобится, и ночь будем работать. А в конце – обработка, чтобы скульптуры дольше глаз радовали. Морилками покрываем, чтобы выделить структуру и добавить цвета. Покрасить под благородное какое-то дерево. Потом сверху защитное покрытие, которое поможет уберечь от влаги, от плесени. Завтра комиссия выберет победителей. Но Берск украсит работы всех участников. Часть установят в парках. Скульптуру Петра и Февронии на территории храма. Еще три фигуры отвезут к роддому. Территория Бердского роддома долго была в запущенном состоянии. На этом месте раньше росла высокая трава и кустарники. Скоро здесь все будет выглядеть совсем иначе. Сделают асфальтовые дорожки, клумбы с цветами, поставят... Деревянные скульптуры установят вдоль этой аллеи. А еще у архитекторов есть идея. Предлагать всем, у кого здесь родится малыш, высаживать по дереву. Есть даже дендропроект. Обещают, в следующем году территорию роддома будет не узнать. Елена Мирошниченко, Алексей Зубила. Новости ОТС.